РАМЗЕС РФ объявила о выводе своей группы офицеров из совместного центра по контролю и координации по причине некорректного отношения офицеров Вооруженных сил Украины к представителям Российской Федерации, препятствия к полноценному выполнению служебных обязанностей, созданию нечеловеческих условий труда. РФ объяви, че изведе своята група офицери от съвместния център за контрол и координация по причина некорректно отношение от страна на ВСУ към представителите на РФ, като им се възпрепятства да изпълняват слоите служебни задължения и създаването им на нечовешки условия на труд. Украина не предоставила представителям Российской Федерации координационного центра как транспорт, так и безопасный коридор, впоследствии чего офицеры Российской Федерации были вынуждены своими силами пересекать линию разграничения между Украиной и Донецкой Народной Республикой. Украина не предоставила представителям Российской Федерации транспорт, как и безопасный коридор. Впоследствии офицерите на Российской Федерации бяха принудены со свои силы да пресекат разграничителна линия между Украиной и ДНР. В средствах массовой информации Украины нагнетается истерия о якобы готовящемся наступательном действием со стороны Республик ЛНР и ДНР, что на самом деле не соответствует действительности. Украинските СМИ изостерят и нагнетяват обстановката, като говорят за настъпательные действия от страна на ДНР и ЛНР, което не отговаря на действителността. За прошедшие сутки участились обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в ночь с 18 на 19 декабря были подвержены артиллерийским обстрелам города Горловка, Докучаевск, Донецк, Луганск, Стаханов. В связи с событиями, произошедшими 18 декабря 2017 года, хочу довести последствия, которые предположительно можно ожидать, в ближайшие дни со стороны Вооруженных сил Украины. А именно, разрыв минских соглашений с украинской стороной и последствующие полномасштабные наступления Вооруженных сил Украины. В обръзка с событиями, произтекли на 18 декабря 2017, искам да ви уведомя за последствия, които бихме могли да очакваме в ближките дни. Разрив на минските споразумения от страна на Украина и последвано от пълномасштабна военна операция от страна на Весело.